Век лжи. Речь идет о 20 веке, истории 20 века и некоторых эпизодах. Так-то вообще, если внимательно смотреть, то переврано абсолютно все. То есть, по крайней мере, в русскоязычной литературе вся история 20 века, поскольку большую часть ее доминировала большевистская концепция, изобрано абсолютно все. Все абсолютные эпизоды, все абсолютные периоды. И сейчас продолжается все то же самое. Тут по телевизору мелькнула информация, бывший министр культуры Мединский с Путиным советовались о фальсификации истории. Но если одна фальсификация заменяется другой, это не значит, что наконец-то открывается правда. А именно этим и занимался Мединский на посту министра культуры. В частности, две его очевидные фальсификации – это история про 28 панфиловцев, которая абсолютно не соответствует действительности, то есть пропаганда не имеет ничего общего с реальностью. И это было доказано еще сразу после войны. Этот эпизод был расследован. Была и записка соответствующая существует, там в ЦК КПСС в секретных материалах лежала. Сейчас ее опубликовал Госархив, за что директор Госархива был изгнан со своего поста именем Мединским. А все, публикация есть, все данные есть. Я в книжке подробно об этом написал. Там множество деталей, которые говорят о судьбах тех людей, которых приписали к этим 28 панфиловцам. И этот эпизод был изобран с целью пропаганды, то есть пробуждения ненависти, склонения к героизму и так далее. Это еще можно было понять в период войны. Но после войны надо было сказать, да, героическая панфиловская дивизия, да, там полно героев, да. Там подбили 26 танков за месяц. Но продолжается ложь. Они подбили 26 танков, эти 28 панфиловцев. А вообще наступали на них 50 танков. Детали, говорят, в том числе немецкие документы уже известны и опубликованы. Говорят о том, что на этом участке фронта там с политруком Кулачковым не было ничего, ничего не было. Никаких подвигов, никаких подбитых танков, никаких даже убитых немцев. Абсолютно лживый эпизод. Но по нему сняли фильм именно благодаря усилиям Мединского, который продолжает фальсификацию и продолжает там сидеть вот вблизи. Центров принятия решения. Следующий фильм, который он снял, это Азой Космодемьянский. Опять тотальное вранье. Невозможно смотреть такие фильмы. Абсолютное вранье. То есть тоже наврали. Ну, представьте себе ситуацию. Вот 41-й год, начинается наступление под Москвой. И кто-то там говорит журналисту, что вот там, значит, девушку расстреляли немцы. Вот могил. Он едет, журналист едет с лопатами, раскапывает, выкапывает труп, фотографирует его во всех... Ну, холодно было, труп не разлагался, декабрь 41-го года. Закапывает, потом едет, публикацию делает. Потом приезжает комиссия, раскапывает, значит, идентификацию. Потом опять закапывает. Потом привозят мать Зои Космодемьянская, опять раскапывает. Она не узнает. Ее тогда берут труп, прислоняют к дереву и говорят, ну вот, вот так вам, так похоже или нет? Мать говорит, я не узнаю, она была значительно ниже ростом. И все равно ее заставляют признать, там в том числе и брат ее тоже постарался, чтобы мать признала. Ну, не знаю, как, надавили на него или нет. Признает, что это да, действительно, это Зои Космодемьянская. В наши времена якобы какой-то эксперт, которому все это там дали, фотографии и так далее, не опубликовано, но объявлено, что все проведено... А, труп сожгли, поэтому генетическую экспертизу сейчас невозможно провести. Якобы, что вот все, там специалист проанализировал все фотографии, все возможные фотографии нашел. Невозможно, но сделаны непрофессиональные фотографии, мутные фотографии. Откуда-то взялись фотографии казни. Ну, откуда, вот как вы думаете, с какой стати немецкий офицер в кармане носил бы, ну, как там, носил эти фотографии. Обычно носит, там, семья, там, жена и так далее. Что-то, ну, с какой стати он... Откуда они взялись, эти фотографии казни, никто не знает. Зачем было фотографировать эту казнь? Да, то, что она была, нет никаких сомнений. Зачем фотографировали эту казнь? Это осталось... То есть, вместо того, чтобы расследовать и этот вопрос, я, проанализировав тоже тщательно этот эпизод, могу сказать, что там есть сокрыта какая-то правда, которую трудно теперь расшифровать, потому что полосты лжи уже такие, что через них не докопаешься. Зоя Космодемьянская, или девушка, которая вот тогда попалась в плен гитлеровцам, совершила какой-то подвиг. И фотографии делались для того, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством, что дамы казнили. А с какой стати казнили, она подожгла там три дома. Ни один немец не погиб. В этих трех домах немцев и не было ни одного. А с какой стати ее повесили-то? И с какой стати там эпизод такой, что немецкие солдаты приходили на нее поглазеть. Ну, что поглазеть, они что там, русских девиц не видели? Или пленных давно не видели? Да, уже война уже вовсю ушла, и этого добра уже было огромное количество. То есть не могло быть такого праздного любопытства, тем более в условиях там жуткого холода, потерь тяжелых и так далее. Вот прийти там посмотреть – нет. Скорее всего, речь шла о том, что какое-то действие она совершила. Но не призналась в этом. Все показания свидетелей, ни в одном ничего не говорится. Вот что никто не стал докапываться. Но сделали из трагедии, сделали подвиг, вот сняли фильм еще один, там были эти публикации времен войны. Опять же, как-то можно понять, это возбуждение к ненависти, ненависти к врагу, понятно. Но после войны-то можно было правду сказать? А уже после прошествия 80 лет, 80-х лет, можно правду сказать? Вот как на самом деле? В 90-е годы там были попытки, но они такие малоприличные, как раз исходящие от либеральной публики. Какую правду сказать? А вот она наблюдалась у психиатра, она была больна психически, поэтому не ощущала боли. Ну, это вот одна из гипотез, но она ничем не подтверждена. И вот попытка дискредитации была именно в этом направлении. Не открыть истину, а просто дискредитировать вот такую героическую фигуру, которая раньше считалась такой азбучной, и они там в школе начинали говорить. Вот, к сожалению, и другие эпизоды в течение всего 20-го века фальсифицированы пропагандой, прежде всего, советской пропагандой, и она продолжилась в наши дни. А почему продолжилась? Потому что все то же самое. Сменились флаги, сменились лозунги, а суть осталась та же. Вместо того, чтобы сказать, что Советский Союз никогда не был создан, юридически он не существовал, не было решения, не было вообще какого-либо легитимного органа, который мог бы создать тогда Советский Союз, продолжается вот эта красная пропаганда, продолжаются наши деды и отцы, и так далее, все стандартные фразы из советских учеников. Вместо того, чтобы сказать, что Ельцинская Конституция никогда не была принята, за нее проголосовало около трети, всего около трети имеющих право голоса. Начинают разговоры и принимают поправки в эту Конституцию, когда надо было бы проводить полеглисты по другой Конституции, по новой, или по той же самой, но надо было это обсуждать. Толком обсуждения никакого не было. Придумали эти поправки, которые снова исключили русский народ как государство образующий, лишили его этого статуса, хотя говорили об этом 30 лет последние. И много других эпизодов, там можно было бы поговорить о выборах 2006 года, которые фальсифицированы, когда Ельцин объявили победителем, а Зюганов с этим согласился, хотя реально он выиграл выборы, как сами выборы проводились, как пропаганда проводилась. От 5% популярности Ельцин вознесся снова на президентский престол. Это, конечно, абсолютная ложь. Можно и дальше про 21-й год, то есть про 21-й век. Он тоже пересыпан весь ложью. Там Бесланская трагедия, или там подлодка Курск. Все скрыто, спрятано, под грифом секретно. А что начинают рассекречивать современные ФСБшники? Материалы времен войны и допросов нацистских преступников. Читаешь эти материалы и думаешь, да какие же вы идиоты, когда вы вот это публикуете. Ну, это же очевидная фальшивка, когда там немецкий генерал разговаривает языком советского пропагандиста. Ну, это же фальшивка. Тем более и подписи нет. То есть, кто допрашивал, подписи есть. Обычно протокол допросов с ним на родном языке ознакомливают того, кого допрашивают. Он подписывает, что у него поправок нет, он согласен. Подписи нет. А что вы публикуете? Такого текста немецкий генерал произнести не мог. Ну, и другие там тоже, вот то, что сейчас на наших глазах, они якобы раскрывают архивы. И что они публикуют? Вырезки из газет тех времен. Там, 44-й год, разговор о том, эпизод, там, вот, расстреляли где-то там близ Львова, убили там, ну, там не немцы, но какие-то там бандеровцы, убили около ста человек, вот там могилы, эксгумация, там, вроде все нормально. Но вдруг оказывается рядом с одной из могил ведро крови. И комментарий такой, ну, 44-го года, а эти публикуют сейчас. Вот они пытались скрыть свои преступления, и поэтому сцеживали кровь в ведро, но почему-то его не убрали. Ну, это же куром на свих такие объяснения, такие глупости рассказывать, и даже сейчас их публиковать. Ну, хотя бы хоть какие-то моменты указать на то, что это публикация с низким уровнем достоверности. Ничего этого нет. То, что говорят там вот сейчас суды, там принимают решения о геноциде советских народов на оккупированных территориях, они ничего не расследуют. Они вот тоже берут такие публикации и считают их за истину в последней инстанции. Когда еще есть возможность хоть что-то расследовать, хоть, ну, там, эксгумировать останки, если это конкретная ситуация, вот конкретный населенный пункт. Вот. Или там по Хатыни ситуация тоже в этой книжке описывается. Что ж там было-то? Да почему же вот единственный человек, который спасся, так это был как раз владелец того самого сарая, который сожгли вместе с людьми. Как это так ему удалось спастись? Вот. Много эпизодов.